Мы продолжаем рассказывать об участниках городского конкурса «Зеленый двор». Напомню, что в нем могут принять участие жители города, которые заботятся о чистоте и красоте придомовой территории. Чем сегодня удивили конкурсанты, расскажет Андрей Ванюшин. Двор по улице Пионерская, 5. Цветоводством и огородничеством Анну Штреколовская занимается с 1984 года. За 20 лет плодотворной работы на придомовой территории появились сказочные клумбы, маленький пруд и дворик, где помимо большого количества цветов красуется детский домик. Здесь часто можно услышать веселый детский смех. Это любимое место внуков Стреколовских. Там негде играть, они вот стараются сюда, поэтому дедушка решила строить такой домик, чтобы внуки играли. Больше всего хозяйка гордится успехами огородными. Самое большое достижение – это то, что даже в северных условиях ей удается побаловать семью домашними арбузами. А в парнике Аннуш можно найти все для вкусного витаминного салата. Я каждый раз на килограмм 2-3 собираю, сало делаю свежие, домашние, дети, внуки пушают. На клумбах Аннуш красуется огромное количество цветов, а в мини-палисаднике можно угоститься ароматной смородиной. Каждому из растений нужен особый уход, а также подход, ведь чтобы добиться высоких результатов, хорошего урожая, приходится много трудиться. И здесь помогает вся семья. Где-то дочке помогал, где-то сестра, дочке помогал. Вот мне маленькие семья, мне дружно, они, когда у меня дома нет, они всегда здесь. По словам хозяйки, на садоводство и огородничество уходит достаточно много времени. Но за работой оно пролетает незаметно и приносит только радость. Поэтому трудности в таком нелегком деле уходят на второй план. Всю зиму и начало весны Аннуш занимается высаживаемым рассады у себя дома. А уже в мае приходит время для работы на огороде. Уход очень много. Время снимают. Почти каждый час, каждый это я выхожу, потому что летнее время не работаю, всегда вхожу за ними. Они мне радость принесут, я им радость принесу. Вот такие клумбы полные цветов радуют все лето не только хозяев, но и всех, кто проезжает и проходит мимо. И люди проходят, то радуются. Приятно, когда люди подходят, просят смотреть, снимать, фотографироваться. Там они стоят, просят с маленькими детьми, фотографироваться. Мне приятно это. Внуки у меня всегда радуются, помогают мне. Самые лучшие творческие и болеющие душой за чистоту и красоту своего двора лабетнанцы уже в сентябре узнают, кто из них победил. Но независимо от результата конкурса, хозяйка будет и дальше воплощать свои идеи по озеленению двора. Одна радость вокруг. Люблю я чистоту, красоту. Думаю, чтобы было всегда красиво, ухожено. Андрей Ванюшин, Эдуард Захаров. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова